Расскажу, наверное, про себя немножко, пока мы тут тоже ждем. Я вообще родился в Омске, закончил физфак, программировать начал с 2002 года, 2006 стал программировать на Рубе, потом побыл с учредителем парочки аутсорсинговых компаний, побыл вообще в самых разных ролях там, от проекта до продакта, до темлида, я соорганизовал две омские конференции, хэппидеф, айтишные тоже, потом опять ушел во фриланс, переехал в Сербию, там два года живу и семь месяцев назад присоединился к GitLab и на позиции Developer Educate. Позиция эта подразумевает, что я езжу по конференциям, рассказываю про всякое разное, пишу еще посты в блоге табовский, и этим летом как раз потратил полтора месяца на то, чтобы, во-первых, точнее как разобрался, как пользоваться GitLab CI быстро, но полтора месяца потратил на то, как рассказывать людям и про то, как им пользоваться, чтобы это было легко. И, короче, в результате этого исследования у меня родилось два поста в блог, вот, и в результате этих, по итогам этих двух постов я сделал как раз доклад, такой типа «Getting started with GitLab CI». Но на этой конференции меня попросили рассказать, собственно, сравнить с Дженкинсом GitLabовский CI, и поэтому немножко пришлось все-таки напрячься и вообще узнать, что такое Дженкинс, узнать, в чем его фишка. Вот, я попросил человека по скайпу мне показать, рассказать про Дженкинс, и мне кажется, я достаточно, ну, хорошо понял, в чем суть. И мы плавно переходим в доклад, отлично. А мне говорили, что, чувак, давай мы не будем подключать твой ноутбук, чтобы не было проблем. Давайте сначала, да. Да, это начало, ура. И мы можем начинать. Да, можете. Извините. Для начала про то, что такое continuous integration, вообще, так, немножко вернемся. Вот, и я вижу у него такие две части. Первая такая мотивационная, типа, давайте вообще будем как-то предотвращать проблемы интеграции, да. Давайте будем хотя бы раз в день собирать там все наши куски нашего приложения в кучу, склеивать и смотреть, вообще работает это дело или нет. Вот. И у меня такое впечатление, что в 2016 году уже не надо никого мотивировать этим заниматься. Уже все и так поняли, что это надо делать, и у нас у всех есть там куча правильных практик для этого. И мне так кажется, что continuous integration – это как version control вот сегодня. То есть вы либо этим уже занимаетесь, либо вы понимаете, что надо этим заниматься. Вторая часть continuous integration – это практическая. Вот. И там в стародавние времена это делалось вручную, да. Вся команда разработки собиралась в одном месте и вручную там склеивала все эти модули, все это компилировала и проверяла, а работает ли, да. Потом начали появляться вот все там практики, автоматизированное тестирование, и, собственно, начали появляться первые CI-тулзы. Вот. И тогда это уже сократилось до работы одного человека, когда, то есть один человек сидел, настраивал этот CI, конфигурировал его, следил, что ничего не отваливается, обновлял и так далее. Вот. Команда занималась, собственно, разработкой. Вот. Сейчас, опять же, появилось уже очень много разных этих CI-систем, и они обычно не настолько сложные, и, как бы, вопрос их конфигурирования – это уже не дни. Ини-часы – это уже, в принципе, минуты. Вот. Это значит, что вы, как разработчик, можете позволить себе CI не только на большом проекте, но на каком-то мелком проекте в том числе. Там, будь то персональный веб-сайт или какая-то маленькая утилитка. Вот. И, да, я считаю, что, на самом деле, сравнивать GitLab CI и Jenkins, в принципе, неверно, потому что это действительно разные подходы, это не просто два разных инструмента. Но давайте мы это все-таки попробуем сделать. Вот. GitLab CI – это часть основного продукта, часть GitLab. Вот. А Jenkins – это самостоятельный продукт. Кто не знает, что такое GitLab, я сейчас коротенько покажу пару скриншотов. То есть, это скриншот создания нового проекта. GitLab вообще родился как open-source-ная альтернатива, ну, по большому счету, GitHub'у и еще парочки других тулзов таких же. То есть, вы, в принципе, там найдете функционал аналогичный GitHub'у, но не только. Вот. То есть, вот есть, допустим, список файлов тот же самый, есть у нас issues, есть milestones и много чего всего. И в том числе вот он есть CI. То есть, как он выглядит? Он просто вкладочка в интерфейсе, он встроен и подетальнее. Ну, и вот Jenkins, да, я тоже нашел скриншот, чтобы просто он был. Ура. Так, дальше сравниваем. GitLab все написано на Ruby on Rails, точнее, GitLab написано на Ruby on Rails, а CI-ная часть написана на Go. Jenkins написано на Java, и мне тут сказали по секрету, что там немножко груби тоже есть. Ура. Ну, про это мы не говорим даже. Вот. Установка. То есть, в GitLab как устанавливается? Вы ставите само вот это приложение основное, и можете устанавливать вот эти ранеры, на которых, собственно, ваши дроби будут гоняться, ваши билды. И Jenkins устанавливается, как я понял, если я правильно все понял, один и тот же пакет, только он может работать либо в режиме мастера, либо в режиме слейва. О том, в общем, GitLab CI, главный принцип convention over configuration, то есть, GitLab постарался сделать так, что, ну, как бы, предоставить вам такой интерфейс, что вам думать сильно много не надо было. То есть, все по максимуму сделано, в принципе, за вас. В Jenkins'е большинство функционала, большинство того, что вам нужно, вы будете там ставить за счет плагинов. GitLab CI, technology agnostic, это значит, что вы, в принципе, там можете запускать, ну, любой стэк, который у вас есть, да, то есть, в принципе, ему по барабану, какой язык и что вы вообще запускаете. Jenkins почти то же самое, но куча всего приходит опять с плагинами. Вот. GitLab CI изначально принцип вот этот configuration as code, то есть, все настройки в одном YAML файле. В Jenkins'е настройка через UI, во втором появился configuration as code с оговорками. Вот. И тут я нарисовал такую картинку, я вот, это вот я посерединке, да, а это, короче, мои страхи перед тем, как я собирался изучать GitLab CI. Вот. И я расскажу, что у меня за страхи были, да. Первый страх, мне казалось, что вот я сейчас, мне надо будет с новой всей этой лузой разбираться, мне сейчас надо будет разбираться, как же ее устанавливать. Да, это звучало так, что сейчас я должен буду потратить там, ну, наверное, день или полдня, чтобы разобраться. Второй страх, это же мне надо будет синтегрировать ее как-то вот с местом, где у меня лежит код. Вот. Третий страх, так, теперь мне надо будет просить всех моих, всех моих коллег в этой тузе зарегистрироваться, настроить еще права доступа, А, наверное, они еще как-то отличаются в двух системах. И про security побеспокоятся. И последний страх – это то, что, ну, наконец-то, мне надо будет еще разобраться, как, собственно, этой тулзой пользоваться, как ее заставить делать то, что мне надо. И сейчас посмотрим, как все это, на самом деле, ложится на GitLab-овский CI. Он, на самом деле, очень молодой. Эта CI-система вошла в основной продукт всего год назад. Но, короче, тем не менее, поскольку это часть GitLab, правда, вопросов с установки нет, если у вас GitLab установлен, CI уже установлен, он уже интегрирован, очевидно. Нет вопроса регистрации, поскольку, ну, то есть те же самые пользователи, что в GitLab, они пользуются, и они имеют те же права и CI. И осталась, собственно, одна штука, вот, это, собственно, как научиться им пользоваться. Поскольку, как вы мне сказали, что здесь большинство про Jenkins уже знает, про Jenkins мы говорить не будем, сейчас вот у меня как раз вот та часть основного моего доклада. И сейчас вот буквально, в принципе, за пять минут вы уже сможете, вы поймете, как GitLab-ом вообще пользоваться. Если останетесь чуть подольше, то можете, в принципе, даже в резюме потом добавлять строчку, по-моему, и пользоваться GitLab-CI. Вот. Коротенькая история. Начинается эта история в том месте, где вы получили новую работу в компании CatGrab Sophisticated Technologies Incorporated. И в этой компании есть программный продукт, который состоит из двух файлов. Файл 1 и файл 2. И есть, ну, и код у вас уже хостится на GitLab, на GitLab.com. И есть очень такое серьезное требование от бизнеса, что компетенция этих двух файлов должна в себе содержать Hello World. Если это не так, то весь отдел разработки остается без зарплаты на месяц. То есть все очень строго, очень серьезно. В общем, нашелся программист, который сел, написал скрипт, который проверяет все это дело. Ему дали бонус. И все программисты договорились, что да, мы будем этот скрипт запускать перед тем, как пушить код. Но как-то вся эта ситуация вас не оставила довольным. Вы решили, блин, у нас в GitLab есть CI. Давайте попробуем его использовать. Давайте эту задачу делегируем к GitLab. Пускай он за нас проверяет. Гуглим, как вообще делать, с какой стороны к GitLab подходить. Выясняем, что нужно создать файлик gitlab.ci.yaml и положить инструкции туда. Вот. Минимальная инструкция выглядит вот так. Мы описываем job, называем его test, используем ключевое слово script и просто купипастим туда наш скрипт, который надо запустить. Пушим на GitLab. GitLab детектит этот файл. И как бы либо все успешно, либо все неуспешно. В зависимости от содержимого файлов. Вот это минимальная задача, которую мы решили. Второе требование. Ну, теперь нас бизнес просит, а давайте еще будем упаковывать наши файлы в zip-архив перед тем, как заказчику отправлять. Окей, классно. Мы уже знаем, как job создавать. Создаем еще один с именем package. Копируем туда второй скрипт. Но нам нужно теперь этот же файл скачивать. А, ну вот там появился второй табик, можно переключаться. Но нам нужно научиться файлы скачивать. Для этого что мы делаем? Мы прописываем, используем ключевое слово artifacts и прописываем пути до файлов, которые нам нужно уметь скачивать. После этого GitLab детектит этот файл, дает нам кнопочку в интерфейсе, можно скачивать. Ура! Что здесь не так? Проблема здесь такая, что у нас сейчас два job, они выполняются параллельно. Это значит, что даже если тесты упадут, package все равно сгенерится. А как бы изначально мы этого не хотели, да? И для этого нам нужно сделать так, чтобы эти job запускались последовательно. Чтобы если тесты не проходят, package не генерился. Вот. И мы получили свою зарплату. Вот. И это делается с помощью stages. В stages создается порядок ваших stages. И в каждый job прописывается имя stage. В принципе, это все. Следующая проблема, то что что-то наши билды медленные. И первое, то что мы тут заметили, у нас есть конкатинация. Вот. И понятно, что конкатинация в реальном мире, ну, конкатинация выполняется мгновенно. Но в реальном мире тут может быть какой-нибудь процесс компиляции, который, например, может занять у вас реально долгое время. И вы не хотите его два раза выполнять. Поэтому что можно сделать? Можно создать еще один job, еще один stage для него. И с помощью artifacts указать файл, который мы хотим передать на следующие stages. Вот. Следующая проблема. Мы внезапно понимаем, что у нас... Замечаем в логе выполнения, что у нас откуда завязался Docker Image Ruby 2.1. Вот. А мы никогда не просили Ruby. Тут выясняется, что вот этот Ruby 2.1, он берется из умолчательных настроек GitLab. Вот. Ну, вот как вы установили, что там прописано, там будет. И на gitlab.com прописан Ruby 2.1. Вот. Получается, что нам нужно выбрать какой-то другой Docker Image, который GitLab будет использовать для наших тестов, для наших билдов. Вот. Есть такой Linux Alpine, он очень компактный. И все, что нужно сделать, прописать вот image Alpine в наш конфиг. И после этого время выполнения нашего билда падает с 3,5 минут до 35 секунд. Последнее из основной программы требования. Это один из заказчиков попросил нас. Не хочет он к zip-архиву, он хочет исошник по какой-то причине, да. Вот. И мы могли бы сделать это, в принципе, точно так же последовательно, да. Но смысла в этом нет, поскольку эти две команды друг от друга не зависят. То есть мы их можем выполнить параллельно, да, внутри одного стейджа. Давайте это сделаем быстренько. Так. То есть это команды, которые нам нужно выполнить, чтобы сгенерить исошник. Первая – это установка пакета. Вторая, собственно, сама команда. И скрипт выглядит как-то так. Что здесь важно? Важно, что мы создали stage package. Точнее, stage у нас остался, но джобы мы переименовали. У нас pack.gz и pack.iso. И это значит, что стейджи так и будут последовательно выполняться. Но внутри стейджа package выполнятся эти два джоба параллельно. Собственно, у нас получается вот такая картинка теперь. То есть мы сделали свой кастомный пайплайн. И с помощью вот этого вы можете, ну, в принципе, наруливать какую угодно сложность. Вот. Давайте коротко подведем, что вы сейчас научились. То есть мы создали три стейджа. Мы научились передавать файлы между стейджи. Мы умеем… Вы знаете, как сделать артефакты скачивабельными. Вы знаете, как можно оптимизировать время выполнения. И знаете, как создавать кастомные пайплайны. Вот. В этом месте, если вам срочно нужно убежать, то вот мои контакты, вот мой твиттер. И эти две ссылки, собственно, это ссылки на две оригинальные статьи, в которых, в принципе, вот тот же самый контент, но еще чуть побольше. Вот. Если вас заинтересовало, можете их сфотать. Если вам интересно дальше, то вот что будет… А, давайте. Bitly, GitLab, CI1 и CI2. Ура. И про что еще у меня есть здесь в этом докладе? Про переменное окружение, про deployment, про GitLab Pages, про rollback и про ручной deploy. Вот. Даю вам ровно две секунды, чтобы встать и уйти, если вам это неинтересно. Да, ну, время докладов. Да, время докладов. Поэтому дальше уже кружок поинтересов. Там, если кому неинтересно, идите. А я разговаривал с Юлей, она сказала, что можно так сделать. Да, там просто идет церемония закрыта, если кто-то хочет посмотреть. Если кому-то как бы надо церемония закрыта. Да. Все, спасибо большое. Коллеги, давайте похлопаем, давайте. Нет, ну, спасибо. Так, давайте. Следующая идея, которая появилась у заказчика, ну, у бизнеса. А давайте будем сейчас вместо того, чтобы руками там эти пэккеджи отправлять заказчику. Ну, давайте зальем это, будем заливать на S3. Сделаем какой-нибудь маленький сайтик, вот, на котором это все у нас будет хоститься. И, в общем, просто будем туда публиковать. Вот. Как можно заливать на S3? Можно делать это вот такой командой. Amazon, S3, CP и так далее. Вот. И, вау, что это? Короче, смысл в чем? Смысл в том, что у нас есть две команды. И одну мы делаем git push, заливаем все на git lab. И второй вот этой командой мы заливаем на S3. Мы хотим, чтобы это выглядело не так, конечно. Но смысл, думаю, виден. Что мы хотим заливать это на git lab, и чтобы git lab сам это деплоил за нас. Вот. Делается это как? Вот эта команда может быть установлена с помощью pip. Pip идет в комплекте с Python. Это значит, что мы можем взять Docker Image Python. И, собственно, эти команды просто запустить. Установить эту команду и запустить ее. И этот конфиг будет работать, но при одном условии, что мы ему подсунем environment variables, правильные. С секретными амазоновскими ключами. Можно это сделать таким образом. Можно использовать секцию variables и туда все прописать. Но, естественно, так делать не надо. Потому что даже если у вас приватная repo, секретные ключи туда складывать не надо ни в коем случае. Вот. У git lab есть в настройках секция variables. Вы туда можете положить все эти ваши ключи. Вот. И они точно так же будут переведены в переменное окружение. Собственно, наш конфиг опять простой. И пушим это. Git lab, собственно, запускает. Ура. У нас есть автоматизированный deployment. Следующее изменение, которое у нас появилось. У нас, в общем, все получилось настолько удачно, что бизнес нанял еще одного разработчика этого сайта. Теперь вам на мастере уже разрабатывать неудобно. Вы начали какие-то фичи вашего сайта девелопить на отдельных ветках. Это значит, что, ну, а наш конфиг про ветки сейчас ничего не знает. Он будет, как бы, деплоить вообще все подряд, любую ветку. Мы хотим, чтобы деплоился только мастер, поэтому мы прописываем only master в наш конфиг. И будет выглядеть вот так. То есть разработчики комменят в разные ветки, но только мастеры уходят на S3. Наняли еще больше разработчиков. И они такие, блин, нам бы еще сейчас какое-нибудь место, где можно было бы поиграться. Посмотреть, как все будет выглядеть перед тем, как мы задеплоим на production. Ну и решили использовать для этого GitLab Pages. С помощью GitLab Pages можно хостить любые статические сайты на GitLab. Ну и есть три условия, которые нужно выполнить, чтобы ваша статика захостилась. Первое, то, что job должен называться pages. Всю статику вы должны сложить в каталог public. Ну и, собственно, прописать артефакт с этим пабликом. И после того, как вы это сделаете, и билд выполнится, ваш сайт будет захостен по такому url. Ну, либо вы можете custom url тоже использовать. Вот, в общем, простейший конфиг. В принципе, вы здесь уже все ключевые слова должны понимать. Важно, что мы копируем здесь просто все наши файлы в каталог public. Все остальное GitLab делает сам, то есть заливает на GitLab Pages. Так выглядят у нас два этих скрипта для заливки на S3 на GitLab Pages. И что у нас получается здесь? У нас получается вот такая картинка, то есть все, что на мастер идет на S3, а все, что мимо мастера идет на GitLab Pages. И если внимательно на эту ситуацию посмотреть, то можно заметить, что вот этот S3, вы бы его, скорее всего, назвали продакшеном, а вот этот GitLab Pages вы бы назвали его стейджингом. И были бы правы. Вот, и в GitLab есть поддержка вот этих окружений. И если вы пропишете environment в каждом из ваших джобов, которые занимаются деплоем, то что получится? Появится такая вкладочка, на которой будет список всех ваших environment. И там будет видно, что, собственно, задеплоено на каждом из ваших environment. И вы можете зайти в любой из ваших environment и увидеть историю всех деплоев. И у вас даже есть кнопочка rollback, если вам нужно откатиться на предыдущую версию. Что у нас получилось? У нас картинка примерно такая же, только у нас добавилась история. И мы вот подписали, что S3 у нас от продакшен, GitLab Pages от стейджинг. Последняя штука из требований. Короче, разработчиков стало так много, что они стали там что-то косячить с мержами. И все это автоматически заливалось на продакшен. В общем, это бизнесу не понравилось. Они говорят, давайте вы так больше делать не будете. Ну и, в общем, это можно очень легко починить. Можно отключить автодеплой вот этой простой командой. Вы указываете when manual. После этого у джоба будет статус skip. Вот. И появится вот эта кнопочка play, с помощью которой вы нажимаете, ну, руками. Тот человек, у которого есть права, может зайти, нажать на нее. И только после этого джоб будет выполнен. И, собственно, у вас произойдет деплой. Вот вы сейчас только что узнали, как пользоваться дедлабом. Он действительно, в общем, не очень сложный. И, короче, получается, что сейчас у вас... Если вам вдруг где-то понадобится что-то легковесное, легковесную штуку где-то заиспользовать, вы, в принципе, можете это сделать. Вот. Теперь у меня совсем все. Спасибо, что остались. Надеюсь, что было интересно. И что-то новое сейчас для себя узнали. Первый вопрос. Если у меня нет, то деплаб. А? А если у меня нет, деплаб. Что-то хорошо, если у меня деплаб. Смотри, деплаб, он open-source. То есть, во-первых, есть беплаб.com, на котором можно, ну, пусть в приватный, публичный проект без ограничений. И себя этому сейчас тоже бесплатно. Если можно просто там заинтересоваться, и это все тоже есть. Во-вторых, деплаб open-source. Это значит, что ты его можешь поставить себе на комп. Ну, не на том, как на сервере, но виртуально или физически. Используется он внутри компании. Все без проблем. То есть, его можно развернуть внутри компании? Да, конечно. Но это только деплаб. В смысле? Ну, там он будет его настраивать, проворачивать. Он устанавливает с одной командой abget install gitplaf.se. И также abget. Вот, стоит спросить Сашу Чистихова, он думал, ну, он поддерживает gitplaf, он говорит, я вас люблю за то, что вы это сделали. Спасибо. Пожалуйста. А этот язык-то написание скриптов. Это yaml, он обычный опыт. Это yaml. Ну, то есть, это известно, что туда есть. Конечно, это yaml. Ты знаешь, что она здесь? Я люблю тебя, да? Я люблю тебя, да? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Эй, Эй. Да. Я тебе пожелайки. Я сейчас все доживу. Супер. Давно? Два года. Два года так? А вы там как вас убили? Живей и снимали? Нет, снимают. Здорово? Ну, я думал, что дешево для себя. А как там зайдется? Живется хорошо. Покойно? Это с кем-то выходит? Ну что? Это с кем-то? Ну, через шей, берем на сайте. Какого? Здесь будет 20 лет назад. Ну, тебе не менее. Ну, как-то не менее, но 20 лет назад. Сейчас покойно. Ну, как-то двое, да, по-дальше. А в сфере, в море? Нет, в море там нет, в Чечнагоге, конечно. А, находитесь, да? Ну, скажите, а у вас регистрация там или что? Открываешь компанию на основании этого, тебе дают какие-то наживы. А, в виде наживы? А когда-то уже, получается, через 5 лет, да? Ой, там чуть-чуть как-то сложно, там 2-5, 3-8 лет. А сколько регистрация стоит? Ну, относительно недорого, я точно не знаю. Там есть у нас аналог нашего индивидуального предпринимательства? Да, нет. Ага. Ну, в смысле, не дорого совсем. То есть, этот вопрос, ну, тысячам уже 2-0. То есть, в среде индивидуального предпринимательства. Скажите, а вы как добрались? Смотрите, да. Смотрите, да. Ну, как, если... Еще из Европы можно как-то? Ну, Шенген, если есть, наверное, очень. Я не пробовал. А-а-а. В смысле? А это самое, аэропорт назначение? В смысле? Москва и аэропорт назначение? Там, в смысле, название аэропорта? Да. Ну, в смысле, нет? Нет, ну, это рядом с Билдградом. А рядом? Рядом. Работная никого просто там. А там уже по работе были? А там уже по работе были? Да. Догонно что-то? Аэропорта? Нет, там пересмотрено в том суде. А, замечательно. Ну, я просто, я просто очаровываю ваше решение вопроса. В смысле? В смысле, работа и жизнь. Жизнь и работа. То есть, ну, вот вам комфортно там, да? Да, да, да. Замечательно. Малень. Рад в знакомство. Моя комфортно не кашпировский дает установочку. Будет даровать счастье в блогах. Класс? Ну, у нас почти это. Я люблю тебя. Много слова. Моя ответственность называется Билдградом Ракшельцев. Много слова. Это намечательный. А просто у нас намечается проект, программный. Вот. Мы еще размыть название, размыть образовый проект. Поэтому, я хочу на айтищника привлекать. Вот. Сделано слайд. У меня очень локое кругло. Адвокат 01. Собака 0.0.0.0. Вы как победа, Виктория. А ты как русская койб. 0.0.0. Адвокат 01. Собака 0.0.0.0. Только если будете писать, пишите «Иван.Айти». Я понял, да? Удачи. Всех благ. Вам тоже. Спасибо.